Редкий случай для мероприятий международного уровня, но начало семинара пришлось перенести примерно на полчаса. Гости из соседних регионов, Ростовской области, Краснодарского края не смогли приехать вовремя из-за сложных погодных условий. Снега на улице действительно выпало много, но интересно, что сами участники отнеслись к такой заминке спокойно и даже благодушно. Аграрии точно знают, что много снега – это хорошо. Он питает почву влагой, защищает растения от низких температур, а значит поможет получить в этом году хороший урожай. Впрочем, одна из главных задач современных селекционеров – вывести такие сорта, которые будут устойчивы к любым неприятным условиям. Холоду, жаре, недостатку влаги. Результаты уже есть. Подтверждением могут служить ячмень Валерий и пшеница княгиня Ольга. Растения готовы к трудностям и проявляют себя лучше, чем полученные в соседнем Краснодаре. К тому же они идеальны именно для Ставропольского края и его показатели освещенности, температуры и влажности. Взять Финляндию, Швецию, Нидерланды, значит Англию. Там вообще нет условий для выращивания высококачественных пшениц. Поэтому, конечно, они все привыкли к химдобавке, разрыхлителе, поднимают булку и так далее. Ну, кушаешь химию, конечно, это отрава. Поэтому нужно, конечно, кушать хлеб с прекрасных, высококачественных, натуральных пшениц. Как в Ставропольском крае? Как в Ставропольском крае. А те аграрные предприятия, которые уже сейчас готовы перейти на новые элитные сорта, могут рассчитывать на финансовую поддержку властей. В крае предусмотрена государственная поддержка развития семеноводства. Это поддержка элитного семеноводства. На 2021 год предусмотрено 85 миллионов рублей, из которых 5 миллионов рублей – это средства краевого бюджета. По видеосвязи в конференции приняли участие семеноводы из Турции, Азербайджана и Белоруссии. Специалисты поделились опытом и обменялись практиками, которые только подтверждают древнюю народную мудрость. Что посеешь, то и пожнешь. Леонид Нечапурян, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.